мне надо человек то есть любовь семья с которым я могу идти по этому миру по этому пути мне надо интересная работа и для меня еще надо смена обстановки вот три составляющих и за последнее время своих путешествий я понял что что влияет не влияет где ты живешь а влияет от этих три элемента а еще четвертое это друзья ну это окружение может хотели семья любовь можно так отнести и после этого ты можешь сказать что ты состоявшийся человек не деньги опять же не материальные ценности в нашем материальном мире что вот как американцы там дополнительный гольф клюшки там еще одна машина нет это вот друзья семья интересная работа которая естественно должна приносить ну пусть не огромные деньги мы все-таки приносить деньги вот это наверно прелесть и на данный момент я я скажу что это вот важная часть жизни привет макс сегодня меня в гостях макс а как твоя фамилия мандитковский макс видковский как это польская есть что-то такое по крайней мере беседовали мы тоже с людьми но хоть я в древе своего прошлого не знаю чтобы кто-то был из польши украина до беларусь украина все равно вот прошлые века назовем так история все-таки такое больше достаточно сильно все перемешанные возра да все мы едины дольше мы плане все с одной планеты скажем макс у нас будет с тобой не долгое интервью вот завтра ты уже уедешь и мы не знаю увидимся с тобой но вот напряжение этих двух дней моя семья рядом с тобой мы мы ездили отдыхали общались вот знаешь у меня сложилось впечатление человек ты позитивный есть тебя зерно который возможно ты нашел или ищешь и нам было хорошо чтобы реально это мнение мое и моей жены и дети ты сам видел но ты их подкупил конфетами конечно шоколадка вчера да скажи во что ты веришь наверное верю так сказать взаимообмен когда ты людям хорошо тебе приходит хорошо и вот в этой жизни наверное очень часто у нас получается такой сталкивается что мы очень становимся меркантильны в этом мире и вот это как бы точка проникновения наверное происходит когда ты помогаешь другим людям или тебе помогает ты хочешь отдать людям обратно и я наверно верю вот может быть как-то взаим энергии этих потому что вот мы даже с ним беседовали с русалом с человеком с которым мы встретились интересная тоже парень на моем канале он обязательно появится и вот мы с ним обсуждали то что очень часто люди вот даже в путешествиях в эмиграции как-то все на одной волне и вот ты встречаешь людей и вот за последнее время сколько я уже путешествую я не встречал плохих людей возможно что это мой настрой ну да если вернуться к философии что плохих и хороших не бывает то есть есть обстоятельства из момента но вот мне нравится что мне попадаются только всегда позитивные люди мне очень приятно на самом деле путь быть у тебя в семье неприятно что сильно пустил это искренне и ну и искренне да мне очень понравилось это то что я вот я как жил у баптиста в сакраменто путешественника есть такой нюанс это как вот скука и также нехватка каких-то эмоций да ты вроде бы все время насыщаешься каким-то новым видами что-то нового узнаешь но не нет от этого домашнего уюта и к сожалению вот это очень не хватает и вот этот уют вот я получил в сакраменто да это как семья потом у тебя в твоей семье то есть это он дает новый как бы этап новый виток новый заряд энергии чтобы ты мог дальше продолжать следовать это очень важно чтобы вот такие заезды ты получал энергию то есть вот пусть это как бы говорит что там кто-то там энергетический вампир вот почему я говорю взаимообмен пусть это будет эмоционально пусть это будет у кого-то там денежно или какая-то еще материальная вещь там неважно деньги это и энергия энергетика то есть ты заряжаешься от одного человека другого и опять же вот это как бы движет веришь ли ты в бога я себя позиционирую наверно как человек неверующий вот понимаешь я имел ввиду если для тебя что-то то что является богом может быть я немножко перекрасифицирую я верю в энергия я верю или мне хочется так я люблю изучать разные религии я был у буддистов я а вот был час у сектантов и сам я крещённый но у нас как карта я не к тому я не при привязанности какой-то определенной направлению я имею ввиду что для тебя вот вера в создании вот тебя куда ты появился откуда появилась эта планета для чего нам дана жизнь потому что философия можно философствовать это будет очень долгое интервью да а вот я недаром спросил во что ты веришь да все я хотел бы услышать не отношение твое к тому богу который вот возможно в моем сердце в сердцах других людей буддистов но неважно конфессии совершенно неважно вот миросоздание и цель предназначения жизни вот бог кто он ты человек энергии да ну то есть вот какое-то объяснение наверное я иногда прихожу к мнению что вот как последнее время мысли материал материально да и ты можешь попросил у вселенной как вот эта вселенная да у нас скажем это и есть вот бог то есть все что окружает меня это вот эта энергия которую которую я верю но я больше как практик и и поэтому мне надо ощущать чтобы поверить и понимать и смысл например вот моей жизни то ну наверно в какой-то степени прожить эту жизнь и чтобы она была интересна хоть иногда мне кажется что у меня скучная жизнь вот как ни странно но почему-то но многим наверно за экраном ютюба наверно тоже так кажется да да это но это наверно может нашел какая-то беда на данный момент нашего общества потому что у нас нету такого как страха там свою жизнь ну скажем так уже сильно там да есть какие-то нюансы но все равно мы живем на таких обществах которые ну если может быть историю вернуть назад да там люди боролись за выживание сейчас просто ты говоришь за то что у тебя были деньги чтобы ты мог себя прокормить и я не думаю что ты будешь умирать в этом обществе потому что может пойти всегда в огород там и начинает растить но все же просто немножко поменялось и поэтому смысл мой наверное просто прожить эту жизнь и умереть спасибо за ответ скажи что для тебя истина вот что такое истина и для тебя мне бы хотелось конечно знать на многие мои вопросы ответы но к сожалению наверное есть некоторые вопросы к на которые ты не можешь получить ответ и вот вот для меня истина наверное жизнь вот как-то для чего опять же и мы живем да и жить изучать до жизнь познавать этот мир чего и хочется то есть я чувствую что есть у меня пустота и я хочу что-то найти я не знаю что да я следую иногда не понимали чего из нас и понимаешь кто ты то есть вот ты ощутил или ты даже не ищешь или ищешь по свое предназначение я ищу при свое предназначение и я понимаю что иногда ко мне приходит такая мысль что мне бы хотелось изменить этот мир но это наверно как и всем но мир да ну может быть не изменить считаешь можно изменить наверно один человек нет это нереально а даже команда там все то есть довольно я понимаю что вот если брать даже вернуться к политике там на многих президентов что-то там говорят но мы знаем или видим всего лишь вот эту крупицу да с нашей стороны а насколько какие проблемы могут быть самой стране да мы это не видим и не понимаем не хотим даже это разбираться поэтому как и в нашей жизни то есть мы видим мелкую ситуацию до крупицу там этого этапа жизни а что будет если это сделать так в дальнейшем через десять лет мы это не понимаем как например вот мне очень нравится совет типа ты будешь ли париться а потерян при 100 долларов через три года ты даже не будешь помнить что ты когда-то потерял 100 долларов да там если ну вот в момент происходящего потери по и ты будешь очень переживать поэтому как у меня было от кража я сейчас напомню это но как без за штраф который тебе выписали ты до парился как долго сразу я вообще его отпустил потому что я себя решил кардинально что не буду платить сейчас я иногда в голове у него выскакивает эта мысль и я вот думаю знаешь вот вроде бы 93 доллара для америки это не такие большие деньги заработать не так тяжело но все же мне надо потратить один-два дня иногда на это а когда я сейчас период в мексику у меня поменяется вообще по ценности денег потому что они становятся там труднодоступные там все становится вроде как и дешевая то есть этих денег 93 доллара я чуть ли не смогу прожить там полмесяца до как бы на это или проехать полстраны за эти деньги на топливо и вот это все как бы такой относительность которые и непонятно в один момент и просто проснусь я просто жду этого и я скажу а я заплачу например сейчас я не готов это сделать и выразить многие же судьба а ты знаешь я к чему-то очень часто прихожу что да вчера мы когда с тобой сидели столом на кухне у меня в голове или не в голове но в моем сознании сыграл дежаве я понял что я здесь был и как бы да это происходящее пусть это в другой вселенной мне я очень люблю фантастику и люблю вообще фильмы и на вот эти все тематики параллельных миров и вообще дальнейшей жизни хотя например не верю реинкарнацию как-то почему-то я не верю что мне кажется что будет просто тьма и все на этом закончится вот но есть теория о том что если человек испытывает дежавю это говорит о том что он переходит на свой путь истины то есть у нас есть . и . я да как бы и прямая и за счет нашего нашей жизни насчет опыта наших менталитета внушение нас мы очень часто идем зигзагом и когда мы возвращаемся на нашу линию жизни как раз таки происходит же мне нравится эта теория она очень красиво и я очень люблю все проверять на практике то есть если мне сказали что надо платить десятину я в один момент начинаю например это экспериментировать и смотрю насколько изменяется у меня в моей жизни что-то если ничего не происходит я эту теорию убираю из головы и просто я могу к ней вернуться еще раз но уже с мудреным опытом через какой-то определенные там этапы ли возраста лет поэтому вот вы жизнь у меня это как мой эксперимент я очень многих вещей конечно жалею в жизни что я сделал и очень часто опять же любя фантазировать любя фантазировать я ищу и думаю что если бы я вернулся до на прошлое как бы я смог бы изменить и построить к сожалению в жизни у меня были те элементы которыми стыдно внутрь аусе или то что хотелось бы изменить как крах там каких-то денег но к сожалению такого не происходит и возможно если у меня появится этот выбор и я скажу что может я уже не хочу это пережить и даже не за того что как бы поменяться возможно за того что я бы не хотел потратить опять свое время на проживание этой же жизни вот я как-то прихожу к тому что я вроде бы даже иногда в голове появляется то что я уже насытился в какой-то степени своей жизни да я иду дальше двигаюсь потому что есть что-то неизведанное но вот на этом этапе я понимаю что эта жизнь мне уже как бы не интересно и поэтому возврат в прошлое говорит о том что я должен буду жить вот это повторно просто это жизнь это как включить фильм на репит и постоянно смотреть одно и то же да ты будешь что-то изменять но ты не будешь изменять возможно кардинально потому что когда ты будешь знать уже свою сюжетную линию ты скорее всего будешь делать такие маленькие шажки что по сути поменяется небольшая картинка но не изменится вся линейность твоей судьбы и поэтому я понимаю что лучше я буду сейчас продолжать жить хоть все равно я иногда мечтаю о том что как бы классно было бы в один момент вернуться что-то исправить и вернуться обратно для чего не знаю может быть просто мне нравится фантазировать это кстати как медитация когда еду на мотоцикле и становится дорога довольно скучно я могу слушать аудиокниги слушать музыку могу слушая аудиокнигу войти в свои мечты и просто-напросто у меня за счет каких-то я фантазирование проработки вариантов исходов конфликтов до каких можно было бы там решить или устранить опять же придумываяся новый конфликт или опять же ситуацию я мне проскакивает время и скучные элементы моего жизни мы этапа потому что кажется вот многие скажут что очень классный момент когда ты едешь на мотоцикле на машине нет это рутина это становится как и работа когда ты просто перемещается тебе интереснее попасть точку б от точки а и вот этот элемент этот этап бывает когда он становится там четыре десять часов ты едешь и а потом это происходит как каждый день и ты как на работу ты выходишь и ты знаешь что у тебя только суббота воскресенье выходной а все это время ты просто едешь едешь видишь это становится все однообразное тебе хочется уже слушать вот эту опять же книгу фантазировать чтобы просто проскальпировал дорогу да бывает момент когда ты ставишь на паузу свой фильм или свою мысль в голове выходишь в реальность иногда это бывает сложно и больно потому что ты можно фантазировать очень приятных и много интересных моментов касательно там реализации каких-то из своих идей мечты да но я на рассчитаю себя не реализовавшийся в 33 года я конечно хотел быть миллионером как наверное все я хотел заработать деньги а не украсть и кого-то обмануть и ты не передумал мне хотелось бы все же наверно вот этой автономности чтобы у меня я знал что они у меня есть деньги ну я бы не жил бы например на миллион долларов как бы да но мне бы хотелось вот этой подушки безопасности хоть весь образ жизни и бизнеса я все достроил чтобы у меня хотя бы была небольшая но наверно с большим опытом с большей мудростью ты понимаешь что вот эта подушка хочется чтобы больше и больше было потому что вот сейчас у меня подушка безопасности скажем там на три-четыре месяца да и за это время я должен доехать до аргентина что там будет дальше непонятно и иногда это конечно пугает а иногда ты понимаешь будоражить а что круто я хочу быстрее ехать но потом ты думаешь не гони-гони да типа надо притормозить надо тут побыть тут посмотреть хоть опять же уход событий как вот мексика как я слышу некоторых людей говорят что надо прожить три месяца в этой стране чтобы понять все этой страны мне достаточно там два-три дня увидеть эту страну и понять что хочу ли я находиться в ней или нет я свободный человек я путешественник я могу пробыть в мексике если она не понравится с первого взгляда я дам еще шанс один это как наш у нас в нашем обществе мире исчисление трех а то есть мы делаем три попытки мы делаем там плюем через три раза да там и вот у меня есть теория тоже трех например я всегда делаю расчет своих бизнесов в течение трех месяцев первый квартал все если что-то не выходит я что-то меня или исправляю то же самое здесь я там даже девушкам даю три попытки каких-то отношений начальных стадий да скажем развития если они не идут то значит я разворачиваюсь ухожу и то же самое здесь если я три через три дня мне не нравится ничего я меняю вот у меня как-то есть исчисление приходит что меня и движет какие-то это наверно принципы скажем жизненные позиции которые уже выработались мне так как бы кажется проще хотя готов опять же вообще все бросить и поменять как некоторые у меня ребята задают вопрос а что дальше после круга фир буду стараться полететь на марс спасибо аксим спасибо тебе огромное за то что мы как-то вот связались и спасибо нашим подписчикам горы опять нас связали многим я благодарен подписи хочу от себя лично пожелать тебе чтобы ты нашел себя ты приобрел те знания навыки которые ты хочешь найти скорее всего в этих путешествиях и от всей души свое сердце хочу пожелать тебе искренней любви это кстати не хватает это самое сильное что дано нам в жизни поэтому искреннюю живу тебе эту руку и если желаю чтобы все твои мечты сбылись и удачи тебе брат огромное спасибо большое спасибо не очень приятно